Валерий Курас В. Володин принимает вызов Энн Бондаренко на выборы в Госдуму. Ролик будет в подсказке. И вот в связи с этим он подготовил обращение к избирателям, которое опубликовал на коммунистическом канале на ютубе Рассвет ТВ. Название ролика тоже его зачитаю. Ролик называется Рассвет ТВ. Николай Бондаренко. Боритесь за свои права. В. Понятно, я поддерживаю обращение, почему я решил рассказать о нем. Но я впервые хочу также рассказать о том, в чем я не согласен в этом обращении. Вернее, с чем я не согласен в этом обращении. В. Напоминаю, я давно не коммунист. Я сторонник ноосферной идеи. Но эту идею я считаю дальнейшей эволюцией идеи коммунистической. Но между ней и коммунистической идеей, тем более в толковании КПРФ, понятно, есть разница. И кое-каких нюансов в этом вопросе. Думаю, нам имеет смысл начать разговор. Напоминаю, до того мы говорили об этом в ракурсе того, с чем я не согласен у Николая Платушкина. Думаю, хуже не будет, если начну также пояснять, в чем я не согласен с коммунистами. Вернее, с членами КПРФ. Почему я подчеркну с членами КПРФ? Дело в том, скажу прямо, я не считаю КПРФ коммунистической партией. В связи с приближающимися выборами Николай Бондаренко обратился к избирателями из стен Госдумы. Вот как это выглядело. Во-первых, он призвал людей принять активное участие в выборах, что, понятно, я тоже полностью поддерживаю. А вот дальше он сказал, что у нас в стране установлена диктатура класса, в результате которой данный класс живет все лучше, а простые люди все хуже. С чем я, понятно, тоже полностью согласен. Но беда в том, что он не уточнил, какого именно класса. Важно также, что он, по-моему, впервые сказал, что власть готова поменять Путина. Раньше я не припоминаю, чтобы он это говорил. Лучше зачитаю его цитату на чистенького с незапятнанной относительной репутацией. Впрочем, давайте посмотрим, как он это сказал на видео. Ну, я уверяю, у них на этот счет есть план. Они вполне себе готовы, как в 99-м году, поменять плохого президента на чистенького, незапятнанной относительно репутации. Ну, и дальше самое главное. Он сказал, важно менять не фамилию президента, важно менять систему. Тоже давайте посмотрим это на видео. Важно менять не фамилию президента, важно менять систему. Ну, и понятно, что он подразумевал, что капиталистическую систему нужно менять на социалистическую. Тоже давайте посмотрим на это. Мы сможем провести реформы, которые изменят положение, всю социально-экономическую формацию в нашей стране. И ресурсы, и материальное производство подчинят не интересам их собственников, интересам акционеров, а интересам каждого гражданина нашей страны. Но я призвал людей активно участвовать в выборах и активно их контролировать, с чем я, понятно, тоже полностью согласен. Теперь с чем я и не согласен, как с Бондаренко, так и с КПРФ. У нас в стране действительно диктатура класса, но не класса капиталистов, или как сегодня безграмотно говорят олигархов. У нас диктатура другого класса, класса номенклатуры. И пока она сохраняется, любые реформы начнутся за здравие, а закончатся за уфакуи. В современной России нет никакого капитализма. Равно как и в СССР не было никакого социализма. У нас другая система. Ее современное название – политаризм. Старое название – азиатский способ производства. И именно эта система является главной причиной всех наших бед. Мой подробный ролик о том, что такое политаризм, будет на конечной заставке. Эта система хорошо известна науке еще с XVIII века и детально отработана в научных исследованиях. Более того, она полностью признавалась настоящим коммунистическим учением. И еще более того, настоящие коммунисты Ленинская гвардия всегда считали, что и в царской России. Нет и никогда не было никакого капитализма. А в ней именно политаризм. Владимир Ильич Ленин убил повторять. В России нельзя реставрировать капитализм. Поскольку нельзя реставрировать того, чего в ней никогда не было. А вот опасность азиатской реставрации чрезвычайно высока. И именно эту азиатскую реставрацию и осуществили в Советском Союзе Сталин и его клика. А дальше Сталин лично запретил изучать политаризм в советских учебных заведениях. Необратимо изуродовую коммунистическую теорию. Это извращение в полной мере разделяли. Что Хрущев, что Брешнев, что Горбачев. Что продолжает разделять Геннадий Зюганов. Политаризм был просто вычеркнут из так называемого научного коммунизма. И остается из него вычеркнутым по сей день. И именно поэтому я и не считаю Капаир коммунистической партией. Придя она к власти, система в нашей стране не изменится. И на нашей шее по-прежнему продолжат сидеть политарные социальные паразиты. Номенклатура. А все реформы Капаиры сведутся к одному. К иерархическим перестановкам. О номенклатурной кормушке. Подробнее о политаризме, повторяю, лучше посмотреть в указанном ролике. И думаю, наступает время, в которое настоящим коммунистам, и особенно молодым, пора вспомнить Ленина. Пора вспомнить Маркса. Пора вспомнить Энгельса. И забыть Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Зюганова. Нужно перестать повторять демагомии, выгодной аноменклатуре. Одной из которых является, в том числе и научный коммунизм. И вспомнить настоящее коммунистическое учение. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно увидите в механичных расставках.